Добрый день дорогие друзья! Как всегда в это время в эфире телеканала Хабар вас приветствует программа Важно знать! Программа, в которой мы обсуждаем наиболее актуальные и интересующие наши общества темы. Вот, к примеру, с начала года цены на продовольственные товары в Казахстане выросли более чем на 2%. На непродовольственные товары подорожали на 1,3%. Что же влияет на рост цен? Чего нам ждать в ближайшее время и стоит ли запасаться впрок продуктами первой необходимости? Ответ на эти и другие вопросы мы сегодня узнаем из первых уст, как говорится. В нашей студии Асель Шауенова, руководитель управления статистики и цен комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Асель, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое! Тема крайне важная. Я думаю, огромное количество телезрителей сейчас присоединяется к нашему обсуждению. Причем, дорогие друзья, что вы это можете сделать. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Мы открыты для ваших вопросов и ваших комментариев. Телефон нашей студии 757-681. Пожалуйста, звоните. Код города Астаны 7172. Также можете отправить свои вопросы или комментарии на наш электронный адрес благодаря социальным сетям. Вы сейчас видите этот адрес на экране. Ну и прежде чем мы приступим к нашей дискуссии, давайте вместе посмотрим небольшой сюжет. Цены на продукты питания с начала этого года в стране выросли почти на 3%. На непродовольственные товары – на 2%. Почти на 15% подскочили ценники на импортные фрукты и овощи. Подорожала и молочная продукция. Также выросли цены на авиабилеты и отдых. Наблюдается рост в сфере жилищно-коммунальных услуг – около 4%. По данным Министерства нациоэкономики, колебания цен связаны с незначительным ростом доллара. Вот такая крайне актуальная тема, которая, я уверен, интересует большую часть нашего населения. По-настоящему, что же происходит с ценами? Почему эти цены растут? Почему действительно очень часто нам наших зарплат или пенсий, тем более, не хватает для того, чтобы покрыть, конечно, эту минимальную потребность продукта? Асиль, ну давайте все-таки попытаемся разобраться с методологией этого вопроса. Каким же образом рассчитывается индекс потребительских цен в Казахстане? Как эта статистика ведется? Что берется за основу? Комитет по статистике ежемесячно рассчитывает индекс потребительских цен, который характеризует уровень инфляции в стране. Цены из месяца в месяц на одни товары растут, на другие снижаются, на какие-то товары они остаются без изменения определенный промежуток времени. Для того, чтобы собрать данные об изменении цен, организовано общегосударственное статистическое наблюдение за ценами на потребительские товары и услуги. Но объять все цены невозможно, поэтому, согласно методологии, составляются выборки товаров и услуг, торговых объектов, где регистрируются цены, и выборка населенных пунктов. А вот о каких товарах тогда, если мы говорим некий такой шорт-лист, назовем его, может быть, он не совсем шорт, то есть короткий, да? О каких товарах идет речь? Что, в первую очередь, попадает в фокус вашего внимания? Ну, это наиболее потребляемые населением продукты и непродовольственные товары, а также платные услуги, которые в обычной жизни, как бы среднестатистически, потребляются в домашнем хозяйстве. Ну, вот мы понимаем о том, что в этот раздел, конечно, попадают, наверное, импортные товары, да? То есть не только те товары, конечно, которые производятся здесь, на территории нашей страны. У нас, к сожалению, пока еще очень большое количество импортных товаров. Вот эти товары точно так же попадают в реестр вашего анализа? Ну, на сегодняшний день, по предварительным данным за 2017 год, доля импорта в потреблении продовольственных товаров составляет 21,4% и непродовольственных товаров 60,8%. То есть в выборке для наблюдения за ценами участвуют как товары отечественного производства, так и импортные товары. Но наиболее зависимый от импорта, конечно, это рынок непродовольственных товаров. Это вся группа одежды и обуви, бытовая техника, медикаменты, предметы домашнего обихода какие-то и так далее. Среди продовольственных товаров к таким продуктам относятся чай, кофе, кондитерские изделия, мясо птицы, отдельные виды фруктов и овощей. То есть те продукты, внутренний рынок, по которым до сих пор еще пока наполняется за счет импорта. Но в то же время есть у нас и рынок продовольственных товаров, где цены зависят от изменения цен у отечественных производителей. Это такие товары, как хлебопродукты, крупные изделия, мука, макароны, мясо, молоко. То есть это те продукты, которые обеспечиваются за счет отечественных производителей. И цены зависят от ситуации на внутреннем рынке и от цен на сырье. Мы можем точно сегодня с уверенностью сказать, что те товары, которые вы перечислили, они позволяют с точки зрения индекса потребительских цен и так далее, максимально картину эту описать. Либо же все-таки, может быть, диапазон этого анализа необходимо расширить, как вы считаете? Ну, именно в смысле, именно в продуктовой линейке. Если касается потребительской корзины, которая участвует в расчете индекса потребительских цен, то здесь корзина состоит из 510 наименований. Там 166 наименований продовольственных товаров, 253 наименований непродовольственных товаров и 91 позиция – это платных услуг. То есть вся линейка продуктов и услуг, товаров, которая отразит реальную ситуацию по ценам у нас в стране, то есть мы это все учитываем. Все, в принципе, оно и так попадает в ваш анализ этих цен, да? Асиль, говоря про методологию, как на самом деле, каков этот подход? Как вот вы на самом деле оцениваете эти цены? Ведь мы, допустим, часто понимаем, что существует так называемый ценовой сговор, недобросовестные продавцы, которые так или иначе начинают накручивать цены в связи с тем или иным фактором и так далее. Вот все эти возможные риски и так далее вы в своем анализе учитываете? Ну, у нас не сколько анализ, у нас учет, и мы регистрируем фактические цены, которые уже сложились в отчетном периоде. Методика у нас соответствует международным стандартам, есть такое руководство по индексу потребительских цен, которое разработано несколькими международными организациями, такими как Международная организация труда, Международный валютный фонд, Евростат, Европейская экономическая комиссия ООН, Всемирный банк. То есть все требования, которые заложены в этих стандартах, мы должны выполнять. И это позволяет нашим показателям быть качественным и сопоставимым на международном уровне. Асель, когда мы говорим про анализ, я правильно понимаю, что здесь затрагиваются, опять-таки, равные, сбалансированные все регионы страны? То есть мы не говорим про какие-то только центральные города при оценке этих цен? То есть обследование цен охватывает города Астана, Алматы, все областные центры, выборочный круг городов районного значения и районные центры. То есть охватывается как городская местность, так и сельская местность, учитывая всю дифференциацию цен, которые есть в городах и селах. То есть ни для кого не секрет, что цены на одни и те же товары в разных регионах и городах нашей страны разнятся? Да. Затем принимаются какие-то усредненные показатели или как это? Да, все показатели после того, как мы зарегистрировали, они агрегируются. То есть сначала по каждой позиции рассчитывать индивидуальный индекс цен, затем индивидуальные индексы цен уже агрегируются в группы, в разделы и в сводные показатели ПЦ. То есть, ну, как вы говорите, усредняются с... И выводится, то есть мы говорим, да, выводится единая цена на картофель в целом по стране? Ну, мы можем вывести среднюю цену как по региону, по городу, и так и по стране. Все понял. То есть это все, конечно, фиксируется и подвергается анализу. Это все фиксируется и публикуется. 757-681, дорогие друзья, это телефон нашей студии. Тема крайне актуальна, очень важна. Давайте попытаемся в этом вопросе разобраться, как действительно это все подсчитывается. И у нас есть уже телефонный звонок, давайте пообщаемся с телезрителем. Добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Мадина, звоним вам с города Алматы. Вот, хотела бы узнать, вот какая сейчас вообще цена на жилье, на новое жилье в Астане? Интересно. Это относится к разделам товара или услуг? Да, мы тоже ведем обследование цен на рынке жилья. И по последним данным, за март цена на новое жилье по городу Астане составила порядка 330 тысяч за квадратный метр. То есть недвижимость в этом плане, она точно так же попадает в реестр вашего подсчета? Да. Но она не учитывается, конечно, в составе индекса потребительских цен, но отдельная статистика ведется. Асиль, давайте попытаемся разобраться опять-таки в основе, в корне этой ситуации. Для чего, по-настоящему, пытаемся объяснить нашим телезрителям, для чего вообще это нужно? Что действительно это помогает нам добиться, что это помогает нам понять, вот анализ этих самых цен? Показатели по статистике цен, в том числе индекс потребительских цен и какие-то другие индексы, они очень востребованы у нас, потому что на основе них делаются какие-то индексации тех же заработных плат, какие-то индексации контрактов. И, в принципе, это всегда интересно знать, какова ситуация у нас в стране с ценами. Это помогает нам, грубо говоря, еще раз повторю, я все-таки возвращаюсь к немножко этой негативной теме, но это бороться с недобросовестностью предпринимателей, когда, не знаю, где-нибудь в Казлардии или где-нибудь в Западоказахстанской области подорожал один из продуктов питания, хотя к этому нет никаких оснований. То есть вот эти данные попадают в соответствующие органы для того, чтобы они уже разбирались, почему, что было тому причиной и так далее. То есть ваши данные, они в этом плане используются? Да, наши данные используются государственными органами для своих каких-то целей, в том числе и для того, чтобы выявить этих недобросовестных предпринимателей. Понял, с этим понятно. Данные сами по себе где-то доступны, то есть тот анализ, который вы проводите, где-то существуют они в открытых источниках, где-то можно на каком-то сайте с ними ознакомиться? Все данные по статистике цен размещаются на сайте Комитета по статистике в разделе «Цены и тарифы», там по всем отраслям, те цены, которые мы публикуем, те индексы, которые мы публикуем, все это в открытом доступе есть на сайте. То есть как часто они вообще обновляются? То есть это ежемесячные данные, ежеквартальные? У нас есть еженедельная статистика цен на продукты питания социально значимые, они еженедельно публикуются и ежемесячно публикуются ряд других показателей, в том числе индекс потребительских цен. Вот вопрос опять-таки очень важный. Сегодня в начале программы я сказал, что инфляция у нас где-то в среднем составила за последний год около 2%, при том, что сами по себе цены на товары очень сильно растут. То есть почему возникает такая вот разница, что цены порой в разы растут, хотя с точки зрения инфляции и в целом экономической ситуации к этому нет таких оснований? Как вообще вы это объясняете? Ну разница между официальными данными и тем, что ощущают потребители, она очевидна, потому что состав республиканской корзины отличается от индивидуальной корзины потребителей. Каждый видит изменение цен на те товары, которые он приобретает у себя в регионе, в обычном каком-то привычном магазине и на конкретные какие-то виды, которые потребляет он. И поэтому здесь нельзя сравнить то, что высчитывается статистикой в среднем с индивидуальной корзиной какого-то каждого потребителя. Потому что для расчета индекса потребительских цен ежемесячно собирается порядка 120 тысяч котировок цен в более чем 11 тысячах торговых объектов, как в городах, так и в сельской местности. Анастасия, я хотел бы вам, если вы позвольте, задать вопрос, который пришел на наш электронный адрес. Мы, конечно, перед программой анонсировали сегодня эту тему и вот какие вопросы собрали. А где можно получить информацию о самых высоких и низких ценах в регионах нашей страны? Информацию о средних ценах по городам на продовольственные товары, на непродовольственные товары, на платные услуги мы публикуем в статистическом бюллетне. Он размещается у нас на сайте и там есть раздел как раз таки по максимальным и минимальным ценам. Можно увидеть. То есть это на сайте Министерства национальной экономики? Это на сайте Комитета по статистике. А, Комитет по статистике, то есть можно эти данные опять-таки увидеть? Да, ежемесячно мы публикуем. Еще опять-таки вопрос о данных. Итоги прошлого года, то есть каковы итоги прошлого года, как мы, собственно, этот год завершили, скажем так, с точки зрения статистики цен? И используя эти данные, какие-то вы делаете предварительные прогнозы на уже этот год, 2018? Ну, в 2017 году инфляция составила 7,1%. Прогнозированием показателей денежно-кредитной политики у нас занимается Национальный банк. Но в прогнозе социально-экономического развития на 2018-2022 годы определен целевой коридор инфляции в пределах 5-7%. То есть это планы пока на этот год, но более уточненные, конечно, они все-таки к концу года уже формируются. Мы говорили уже эти данные сегодня в программе о том, что на сырьевые в среднем, допустим, цены поднялись на продукты, точнее, поднялись в целом на 2%, на несырьевые, опять-таки, продукты около 1,5%. Говоря про услуги, то есть услуги, какой процент у нас на сегодняшний день подорожали они или где они находятся, и как, опять-таки, эти услуги, как они тоже оцениваются? Услуги, как я уже говорила, у нас 91 позиция платных услуг, туда относятся как жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, услуги связи, услуги здравоохранения и образования, общественного питания и ряд еще других услуг. Все эти услуги учитываются в составе ИПЦ, и если говорить о 2017 году, то цены на платные услуги в среднем, ну, по группе платных услуг увеличились на 5,9%, это по 2017 году. Я вас благодарю за эту беседу, конечно, хотелось бы пожелать вам всего самого хорошего в этой работе, непростой, в этих подсчетах данных и так далее. Ну, и, конечно же, всем нам, дорогие друзья, как всегда, мы желаем сильной экономики, потому что сильная экономика является злогом того, что и цены на все это будут, конечно же, стабильны. Спасибо большое, Асель, за эту беседу. А вам я хотел бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях была Асель Шоуенова, руководитель управления статистики ЦЕНКомитета по статистике Министерства национальной экономики нашей страны. На этом мы с вами прощаемся, увидимся, как всегда, здесь же, на полях телеканала Хабар, в эфире программа «Важно знать». Пусть у вас все будет хорошо и будем, как всегда, на связи. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова